Но вот здесь такой факт, такой случай. Главное управление разведки Министерства обороны Украины выложило фильм «Сбитые лётчики России», где рассказывается о российском лётчике, он называется Максимом Кузьминовым, 28 лет, капитан, 319-й отдельный вертолётный полк, который сбежал на Украину или в Украину, Тарас Шевченко и так и так говорил, на вертолёте Ми-8. И это приветствуется. Но там есть детали. Вместе с ним было ещё на борту два человека, которые, похоже, бежать на Украину или в Украину желанием не горели. Их убили. Я не знаю, при каких обстоятельствах. То есть люди были использованы... Это не побег из Пенемюнды, возле которого ты пару уикендов назад была, когда из концлагеря, захватив самолёт, бежала группа советских военнопленных. Это люди использовались в тёмное. Вообще, конечно, то, что мир не чёрно-белый, существенно осложняет его анализ. Да. Но мир действительно не чёрно-белый. Эта история... Эта история... Понятная. Она военная. Она вот такая, какая... Какая вот и есть чёртова война. При любой операции, наших, не наших, бывают потери, бывают внеплановые потери. Здесь морали искать нельзя. Война моральна. Она моральна вся. От и до. Война аморальна. И поэтому говорить, что этот Максим герой – нет. Предатель – нет. Оля, я жёстче поставлю вопрос. Прости. Убийство тоже аморально. Когда в России до революции шёл эсеровский террор, правило Кодекс чести эсеров подразумевало, ты можешь убить губернатора, но ты не имеешь права после этого бежать. То есть, если ты убил, ты себя отдаёшь в руки полиции и на суде объясняешь мотивы своего поступка. Это считалось правильным, даже когда поступки выглядят с нынешней точки зрения чудовищно. Скажи, пожалуйста, для тебя лично вот такой поступок – бежать, но прихватить с собой двоих, которые бежать не хотят, он допустим, он недопустим или он допустим при определённых обстоятельствах? Дин, при чём ДССР? Иногда бывают ситуации, когда у тебя нет выбора. Они просто уже сидят в вертолёте. Ну, ты можешь не взлететь, ты можешь не бежать в этом случае. Могу, могу не взлететь, могу не бежать, могу оставить... Ты в вертолёте, ты за штурвалом вертолёта или как эта штука там называется. Итак, с тобой двое людей, чьё мнение тебе как минимум неизвестно, а возможно известно, что они никуда бежать не хотят. Как ты поступаешь? Дим, я не знаю. Здесь мне нужны ещё больше данных для этого. Это слишком короткое уравнение. Ты мне не дал очень много данных. Кто эти люди? Что у меня происходит? Я не знаю. Я не могу тебе на это ответить. Ничего. Знаешь, это точно так же, как вот расстреляли... Помнишь, в ноябре прошлого года расстреляли двое гастарбайтеров, которые работали на полигоне 18 мобилизантов. Или как ещё у тебя там старшина, я уже не помню его фамилию, он пожизненному дали, тоже расстрелял своё служебство. Они над ним издевались. Это не оправдание, убить 18 человек, но там была цепь событий. Я не знаю, ты мне не даёшь это цепить, дать не можешь. Естественно, я не знаю. Я принял. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.